Субтитры делал DimaTorzok В этот раз здесь явно что-то не так Похоже на сердечный удар, но... Яд? Существует множество веществ, которые в больших досках вызывают сердечный приступ Но без скрытия мы все равно не сможем ничего определить Черт! Снэйк, свяжись с Мэрил Классно сменил тему, полковник Я могу ей доверять? Настолько же, насколько ты можешь доверять мне Хорошо пошутил, молодец Главное, не пробуйся за то с ней здесь Слишком много помех Это достаточно для связи с нами Но обычная трансмиссия отсюда практически невозможна Наоми, а что это был за робо-ниндзя? Очередной робокоп из Фоксхаунд? Нет Ты уверена? Да, ты что, не слушал брифинг? Давай не будем об этом Снэйк, я рассчитываю на тебя Сосание пальца придает мне жизненных сил! А, ну наконец-то этот диалог закончился Я могу вставить пару слов Ноп, it's backtrack time! Оу, это что-то новенькое Не нравятся мне эти красные штуки Естественно Это же инфокрасные лазеры Оу, постойте Мне всегда было интересно Стоп! Так вот как они это делают Окей, вернемся к прохождению игры О, ФАМАС Скажу честно, я не фанат этого оружия Уж слишком уж форма у него не культяпистая Но, должно дать должное Это не стандартный М16 Я автомат калашнику Как в любой другой игре Я имею ввиду Только представьте себе Террористы без АК-47 Да это просто в голове не укладывается А тут на тебе ФАМАС Единственное, что смущает Что я получил его именно здесь А не снял с рук любого другого солдата Но это и так понятно Снэйк в молодости-то был Очень брезгливым человеком И не любил мародерство Разве что тушенку с патронами С вражеских тел собирал Ну правильно, это же тушенка Как можно перед нею стоять Так что я готов поспорить В этой части он стал еще более Брезгливым человеком Блин, охранник Все равно хочется отдать должное Дизайнерам этой игры За то, что мы находим оружие В оружейной А не в рандомных местах Разбросанных по всей базе Как это было со Снэйк Ревенч Метал Геером Ну и в какой-то степени С Метал Геером 2 тоже Окей, я думаю я достаточно далеко Отошел от того места И теперь могу позвонить Мэрил Скажу честно, я немного Разочарован, что я не нашел Номер ее кодека В своей версии Купленной в PSN Мне кажется От этого игра Немного теряет свой шарм Как-никак Это очень классное Разрушение четвертой стены И меня его только что лишили Кто ты? Я придурок, которого твой дядя Заслал в самый центр От его безобразия Ты пришел один? Ты что? Человек армии? Чак Норрис? Давай без сарказма Ты прям как твой дядя Откуда ты знаешь его? О, у нас длинная история Все началось с анзима... Никаких флешбеков, Снэйк Окей Как тебя зовут? Мое имя не имеет значения Ага Ты случайно не Солид Снэйк? И никаких автографов, детка Легендарный Солид Снэйк? Ты? Извини за прошлую встречу Я не думал, что ты один из хороших парней Зато я знал, что ты одна из них Почему? По твоим глазам Моим глазам? Это не глаза солдата Глаза салаги, да? Нет Красивые глаза Полное сострадание Два бездонных Хм В этом весь легендарный Солид Снэйк Ты что, пытаешься со мной заигрывать? Боюсь, мой образ совратителя слишком приукрашен Реальность не имеет ничего общего с легендой Единственный шанс, который у меня был Я сказал Никаких флешбеков Я не верю в это А почему ты так удивилась, увидев мое лицо? Потому что ты выглядишь в точности, как он Как Ликвид Снэйк, да? Да Да, ты знаешь его? Вы ведь не братья, правда? У меня нет семьи Тогда как ты можешь это объяснить? Не знаю, но ты всегда можешь спросить у него Скажи мне, что здесь произошло? Извини Меня схватили вместе с Бейкером Сразу после нападения террористов Окей, тогда объясни мне Что это за место? Не очень-то похоже на склад по утилизации Бедняга, тебе так никто и ничего не рассказал? Эта база принадлежит и управляется Фиктивной корпорацией Армстех Это гражданская база? Верно Для разработки Метал Гира Полковник! Фоксхаунд и отряды нового поколения Были присланы сюда для испытания прототипа Ядерной боеголовки Но почему Фоксхаунд? Потому что они специально оперативная группа Созданная для проведения секретных миссий По-моему, эта миссия достаточно секретна Тебе не кажется? И что особенного именно в этом запуске? Я слышала, что это последнее испытание Перед тем, как программа Метал Гир будет принята Хм, звучит подозрительно Так, чего по-твоему хотят террористы? Извини, но я не знаю Меня поймали вместе с Бейкером Да-да-да И он отдал тебе ключи отмены детонации, да? Да Как же ты их тогда спрятал от охраны? Ну, у женщин есть больше мест, куда что-то можно спрятать, чем у мужчин И почему-то мне не очень хочется знать, куда она его прятала Кстати, как там Бейкер? Ну, он... мёртв Что? Сердечный приступ Такой же, как у шефа Дарпа Шеф тоже умер от сердечного приступа? Да Они что, оба были больны? Нет Я не слышала об этом Что ж, я не верю в случайности Происходит что-то странное Хм... похоже на то Ты знакома с человеком, который работал на создание Метал Гера? Ты имеешь в виду доктора Эмериха? Да Он ещё жив? Наверное Он должен быть на втором этаже подземного хранилища ядерных боеколовок К северу отсюда По крайней мере, если у него не случился сердечный приступ Нужно связаться с ним В том случае, если мы не сможем отменить детонацию Я должен узнать, как уничтожить Метал Гер Ты планируешь разделаться с этой штукой в одиночку, Снэйк? Эх, это будет не в первый раз Я иду с тобой Ни за что! Я хочу, чтобы ты спряталась где-нибудь Я справлюсь Ха! И чем ты мне поможешь? Будешь растягивать лифчик перед солдатами? Замешкаешься перед врагом всего на секунду и бам! Перед тобой гейм овер и выбор continue или exit Я не знаю, что произошло Я просто не смогла нажать на курок У меня никогда не было проблем в тренировках Но, когда я представила, как мои пули попадают в этих солдат Проникают в их тела Разрывают куски плоти на части Проходят сквозь внутреннего органа, ломая при этом кости Вызывая внутренние кровотечения Окей, я понял, о чем ты Мишени и живые люди не одно и то же Даже когда я была маленькой девочкой Я мечтала стать солдатом Каждый день в своей жизни я тренировалась, чтобы попасть на поле боя А теперь... Хочешь все бросить? Я не могу Я не могу позволить себе бросить все сейчас Послушай, Мэрил Все чувствуют отвращение, когда им приходится убивать впервые На войне в человеке всплывает все худшее Очень легко забыть, что такое грех, когда ты в центре сражения Но это не война Это террористический акт Именно Поэтому засять где-нибудь и ничего не... Но... Я... Мы поговорим об этом позже Сейчас ты просто должна оставаться в живых Я подумала над твоим предложением Окей, скажу иначе Ты за... Иди на... Ты настоящий ублюдок Как и говорил мой дядя Ха, я же сказал Настоящий я не имеет ничего общего с легендой Похоже, что ты был прав Хорошо, Снэйк Я буду хорошей девочкой Будь осторожна, хорошо? После того, как я открою грузовой проход, я свяжусь с тобой Позвони мне, если у тебя будут вопросы Ну а пока ты открываешь дверь, мы залутим это место! Эй, это же коробочка! После Снэйк Ревенч я вообще забыл о её существовании Как я только мог Еретик! Эээ, Снэйк, я знаю, что этот угол выглядит очень сексуально Но не могли бы мы начать двигаться дальше? Спасибо, Снэйк Блин, не нравится мне, как расположен этот охранник Ещё и шумный пол рядом Окей! Была не была! И у меня звонил кодек Снэйк, я открыла тебе грузовой проход Спасибо! Где ты? Там, где я могу тебя видеть Смотри, не запались врагу! Не волнуйся, я же переодет во вражескую униформу С твоей походкой это тебе ненадолго поможет Ты на что это намекаешь? Да так, ничего Слушай, Снэйк, проход оснащен инфракрасными сенсорами Будь осторожен, если сенсоры сработают, будет выпущен газ Газ? Ладно, встретимся в хранилище Стой, ты же сказала, что будешь хорошей девочкой Оу, я плохая, плохая девочка Приди и накажи меня Сейчас не время для шуток Именно из-за таких поступков число спасённых мною людей стремится к нулю Извини, но это единственный способ проверить, насколько я кожусь солдатой Я должна запачкать руки Эти ребята профессионалы Тебя просто убьют До встречи Эм, Снэйк, а как насчёт того, чтобы тебе самому переодеться в униформу солдата? И оставить мой пиджак неизвестно где? Ну да, ты же не ищешь лёгких путей Блин, чёртов пол Я так и знал Ну вот, а я надеялся на идеальное прохождение Ладно, нужно хотя бы постараться свести жертву к минимуму О, а я не знал, что слышен звук сердцебиения Когда ты переходишь в режим от первого лица и... Детектор Мин? Я запорол своё идеальное прохождение ради детек... Ну что ж, все охранники перебиты и осталась только одна комната Эм, мужик? Вход вообще-то с другой стороны Хмм... А что если я... Ха, я чувствую себя как напакостивший школьник Нет, он всё ещё смотрит в противоположную сторону Ну что ж, тогда мы поиздеваемся над ним ещё немного Ммм, глушитель Найс Ладно, оставим этого парня в покое Ведь нас ждёт сектор газа Хей-оу Хотя не очень правильно называть сектором комнату прямоугольной формы Оу, эти лазеры двигаются? Ну что ж, сделаем это Resident Evil The Movie Number Uno Style Хотя я всё же надеюсь, что меня не разрежут на кучу маленьких кусочков перед выходом Вообще, сказать честно, я совсем не понимаю Зачем лазером постоянно двигаться? Неужели все солдаты должны так проходить это место? А если им нужно принести какой-нибудь крупногабаритный груз? Ну вот, выход уже близко Но тут так много лазеров, что это немного дезориентирует И последний шаг к свободе И я прошёл Вау Это было неожиданно легко Я бы даже сказал С этим справился бы даже младенец Ну окей, возможно, я немного приукрасил Ух ты, следы снегоходов Волшебным образом кончающиеся дальше Снейк, будь осторожен Тут кругом полно клейморов Кто ты? Зови меня, глубокая глотка Глубокая глотка? Ты так любишь этот фильм? Это твой порноактерский псевдоним? И если да, то боже, ты сама оригинальность Или ты тот парень из Ватергейского скандала? Мне просто нравится, как оно звучит Ммм, ты используешь не пакетные передачи Ты рядом? Мне просто нравится, как она звучит То есть, это не важно Перед тобой танк ждёт тебя в засаде Так всё же, кто ты? Один из твоих фанатов Дам-дам-даам Я хотел бы сделать пару комментариев по этому поводу, но Очередная катсцена Я так люблю, когда мне дают шанс о чём-то поговорить Субтитры делал DimaTorzok 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 Оу, прям в лунку! Субтитры делал DimaTorzok Ну вот и все, еще один танк побежден! Эй, ты должен был умереть от этого взрыва! Ау, what the hell! Сказать честно, я даже не знаю, за кого мне больше стыдно, за стрелка или водителя! Хотя нет, первый хотя бы старается попасть по мне, второй же, вместо того, чтобы помочь наводчику или попытаться задавить меня, просто крутится на месте! Ладно, я больше не могу на это смотреть! Давайте покончим с этим! Блин, мне так нравится, как эти ребята вылетают из танка, как будто там внутри какая-то встроенная катапульта! Эмм, Снейк, я наверняка уверен, что он не пережил взрыва гранаты в области его гениталий! Можешь мне поверить! А, вот оно что! То есть теперь ты не обрезгуешь лазить по карманам трупов! Ничего страшного, мы поиграем с ним еще немного! Скажи мне, что ты думаешь о нем? What? Видишь? Я говорил тебе об этом, но я убью его! Следи за своим языком, шаманище! What? Что ж, теперь с Найк Моэй! Когда мы встретимся в следующий раз, я займусь им по-особому! Не сейчас! Не убивай его! Пока! We're being attacked! Сосание пальцев придает мне жизненных сил! Ну что ж, цикл жизни завершен, можно вырубаться! Всем спасибо за внимание, с вами был Лазар, и я не могу поверить, что я смог сделать видео по Metal Gear Solid за одну неделю! И если вам понравился результат, ставьте лайки, делитесь с друзьями и добавляйте в избранное! Откровенно говоря, я так устал, что мне просто лень даже сделать это послесловие, у меня уже заплетается язык, поэтому вопрос выпуска, в какой игре старого поколения, то бишь до первой соньки, сражаться с танком боссом было интересней всего! Самый вкусный ответ на предыдущий вопрос по поводу боссов пришел от Покачева, я должен согласиться с ним, тот хищник действительно был лажовым, но где-то на уровне бигбосса, до Metal Gear 2 ему слегка далековато! На этом у меня все, увидимся в следующем выпуске, Metal Gear Solid! Винг-винг!